Эти и еще много инструментов вы увидите в этом видео, так что смотрите до конца. Привет! Что-то давно у нас не было нестандартных и порой мелких инструментов, которые часто пригождаются в хозяйстве, либо в каких-то хобби. Пора исправлять ситуацию. Сейчас вы увидите 15 очень классных и полезных инструментов на все случаи жизни, про которые вы, возможно, даже и не знали. Все ссылки смотрите в описании. Приятного просмотра! Аккумуляторный ключ-трещотка Аккумуляторная версия всем известного ключа-трещотки позволяет произвести работы в труднодоступных местах. Инструмент удобно лежит в руке и не выскальзывает за счет его параллезийной рукоятки. Корпус приспособления оснащен трехуровневым индикатором заряда батареи и светодиодной подсветкой рабочей области. В целом инструмент свои функции выполняет достойно и пригодится во множестве сфер, от ремонта автомобилей до создания всяческих самоделок. Кому-то может не хватить его крутящего момента, но это опять же зависит от потребностей. Подставка-держатель для окрашивания мелких деталей. Особенно пригодится такая подставка людям, увлекающимся моделированием. С ее помощью можно выполнить аккуратные и равномерные окрашивания всевозможных элементов малых размеров. По своей сути данный держатель представляет собой зажимы типа крокодил, зафиксированные на гибких и держащих заданную форму проводах в черной изоляции, которые в свою очередь фиксируются на двух свободно вращающихся друг относительно друга алюминиевых трубках посредством S-образного зажима. Крокодильчики изготовлены из качественного пластика, в меру тугие, детали удерживают надежно и не повреждают их, так как зубчики у челюстей и имеют закругленную форму. Пневматический напильник. Предназначено такое приспособление для механизации процесса опиливания металлов, дерева, пластмасс и других относительно твердых металлов. Для его использования потребуется компрессор. Фитинг в приспособлении быстросъемный японского стандарта. Инструмент не требует компрессорного шланга, так как из коробки оснащен встроенным рукавом длиной 38 сантиметров. Само приспособление довольно компактное, его длина составляет всего-навсего 160 мм, ширина рукоятки 26 мм. Корпус приспособления целиком изготовлен из металла, что делает его достаточно стойким к внешним воздействиям. В месте контакта с рукой на поверхность инструмента нанесены противоскользящие насечки. Рукоять приспособления дополнительно оснащена механизмом защиты от случайных активаций. Стеклорез. Предназначено такое приспособление для разрезания стекла или плитки толщиной от 3 до 18 мм. Рабочая часть стеклореза это металлический корпус с закрепленным в нем заточенным роликом из карбидовольфрама. Отмечу, что головка надежно закреплена в рукояти и потому при работе исключены отклонения от намеченной траектории. Еще одной особенностью этого стеклореза является наличие встроенного в режущую часть механизма подачи масла или керосина. Так, благодаря ему в рабочую зону будет поступать смазка, что снизит возникающую в процессе реза силу трения и за счет этого увеличивается срок эксплуатации ролика. А кроме того, уменьшится вероятность образования микротрещин на поверхности. Пылеотводящий кожух для УШМ. Предназначен он для отвода пыли и всевозможных мелких частиц, появляющихся при очистке поверхностей от шпаклевки, штукатурки и иных лакокрасочных покрытий. При помощи УШМ. Приспособление изготовлено из достаточно толстого прочного поликарбоната. При работе он не гнется и не деформируется. Подходит кожух для болгарки с диаметром круга от 100 до 125 миллиметров. Используется эта насадка с алмазными чашками и гибкими шлифовальными кругами. Крепится кожух на инструменте при помощи металлического червячного хомута. Коническая развертка. Данный режущий инструмент предназначен для чистовой обработки грубо проделанных отверстий или снятия фаски, например, у медных трубок. Кроме того, при помощи него можно проделывать отверстия в относительно мягких материалах по типу пластика. Отверстия, проделанные или обработанные такой отверткой, получаются аккуратными. При работе не потребуется прикладывать больших усилий. Однозначно пригодится такой инструмент, как в ремонте, например, и можно проделывать отверстия с ровными стенками и без скола в ламинате, так и при создании самоделок. Фреза для изготовления колец и шариков. С помощью такой фрезы можно вытачивать из дерева кольца разных размеров. Пригодится подобное приспособление людям, изготавливающим мебель, украшения или всевозможные элементы интерьера в больших объемах. Главный плюс данных фрез заключается в том, что вырезанные кольца имеют аккуратную скругленную форму и требуют минимум обработки. По большому счету остается только зашлифовать и покрыть лаком или другим составом. Правящий инструмент для абразивов. Данное приспособление является одной из разновидностей алмазного карандаша, инструмента для правки абразивных кругов, придания им первоначальной формы и восстановления абразивных свойств их поверхности. Кроме, собственно, кругов, таким инструментом можно править, например, абразивные шарошки для гравера. При работе нужно быть осторожным и защищать окружающие поверхности и органы дыхания от отлетающих песчинок абразива. Кроме того, для сохранения режущих свойств алмазов рекомендуется соблюдать одинаковые направления набега обрабатываемых абразивов. Набор модельных ножей со сменными лезвиями. Их конструкция предельно проста. Прорезиненная рукоятка из качественного пластика с вкручивающейся в нее цангой и зажимающей втулкой. Лезвия изготовлены из качественной инструментальной углеродистой стали SK5. В руке инструмент лежит удобно, работать им одно удовольствие, а благодаря большому количеству разнообразных комплектаций лезвий такое приспособление пригодится во многих видах деятельности, начиная от мелких домашних работ до фигурной резьбы по дереву или моделированию из глины, пластилина и т.д. Насадки для клеевых пистолетов. Порой стандартным соплом клеевого пистолета очень сложно аккуратно выполнить работу, ведь клей подается большой каплей. Да и само сопло довольно неудобны для проклеивания труднодоступных мест и иногда на помощь могут прийти медные насадки с Али. Все насадки оснащены клапанами, предотвращающими вытекание клея, а резьба уплотнена силиконовым кольцом. К заказу доступны три различных комплекта из трех удлиненных, из одной удлиненной и двух средних, а также из трех коротких. В каждом наборе внутренние диаметры сопел отличаются друг от друга и получают линии разной толщины, а также регулировать скорость подачи клея. Бокс для хранения элементов питания со встроенным тестером. Огромное количество приборов работает от батареек и аккумуляторов, а у любителей создавать всевозможные электронные самоделки такие элементы питания могут накапливаться в действительно большом количестве. И дабы они не находились в творческом беспорядке, а также были всегда под рукой, имеет смысл приобрести специальный бокс для их хранения. Важной особенностью такого органайзера являются наличие идущего в комплекте съемного тестера, позволяющего тут же проверить работоспособность необходимого элемента. Фильтр с автозатемнением для сварочной маски. При помощи данного фильтра обычная сварочная маска без труда превращается в полноценную маску хамелеон при значительно меньших затратах. Размер фильтра позволяет без каких-либо доработок устанавливать его в обычные сварочные маски с такими же размерами фильтров. Модернизация заключается в простой замене обычного затемненного стекла на данный светофильтр. Прозрачное стекло остается, так как оно выполняет защиту светофильтра от сварочных брызг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 600 мАч и солнечной батареи, которая расположена на лицевой стороне. Устройство оснащено двумя чувствительными датчиками, обеспечивающие надежную работу устройства. Поликристаллические солнечные элементы отлично подойдут для сборки панели самодельных солнечных батарей. В комплект входит 10 высокоэффективных солнечных элементов, каждый из которых при хорошем освещении может достигать мощности до 4 Вт и выдавать напряжение в 0,5 В. Максимальная сила тока 8,2 А. Самодельную солнечную батарею можно использовать на даче или за городом, как источник питания для зарядки ноутбука или телефона. Также с их помощью можно организовать уличное освещение дачного участка. Высоковольтный преобразователь. Этот компактный цилиндрический преобразователь способен выдавать до 400 кВт. Его можно взять за основу шокового устройства для отпугивания собак или людей. Также на основе этого модуля возможно создание компактной электронной зажигалки, которые сейчас очень популярны. Этот повышающий преобразователь способен пробивать до 20 мм воздуха, что согласитесь немало. Потребление тока достаточно велико, может доходить до нескольких ампер, так что запаситесь мощным источником энергии. Набор для восстановления резьбы. Поможет вам без особого труда восстановить внутреннюю метрическую резьбу. В таких ситуациях, когда рассверлить отверстие и нарезать новое резьбовое отверстие большого диаметра не представляется возможным. Такое приспособление куда более выгодно в сравнении с наборами, представленными на российском рынке, так как цены на фирменные аналоги значительно выше, что судя по отзывам, далеко не всегда оправдано качеством инструмента. Кроме того, в случае если резьбовые вставки закончатся, вы также без труда сможете их приобрести на Алиэкспресс. Ну как вам инструменты? Я бы себе лично заказал набор для восстановления резьбы. Уж очень полезная вещь в гараже. А вы что присмотрели себе? Напишите в комментариях. Спасибо, кто ставит лайки и смотрит видео до конца. Это важно для меня и для канала. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Скоро буду снимать ролик про мой гараж, так что будет вам что оценить. Будьте мне все здоровы, ну и пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok